Блондинка Монро присматривается к приемнику ГЛОНАСС-GPS и приветствует участников международной выставки «Навигационные системы, технологии и услуги». Выставка состоялась в Московском экспоцентре в рамках третьего международного форума по спутниковой навигации. В этом году участников больше. Кризис высоким технологиям не помеха. Государство готово на запланированном уровне обеспечивать полное финансирование федеральной целевой программы ГЛОНАСС. Сейчас в составе орбитальной группировки ГЛОНАСС 20 космических аппаратов, 19 нового поколения ГЛОНАСС-М. Осенью Роскосмос выведет на орбиту 6 новых спутников. К 2010 году ГЛОНАСС обеспечит полное навигационное покрытие всей нашей планеты. Всего должна быть система состоять из 30 космических аппаратов, как у американцев. Получается, что 24 они постоянно боеготовые, а 6 аппаратов в той или иной степени готовности. Все отечественные разработчики навигационного оборудования представили на выставке свои новые образцы. К ним прилагаются программное обеспечение и электронные карты. Если в прошлый год было 4 фирмы, то вы сейчас видели их сколько? Ну, где-то уже 12 есть точно. Бизнес пошел, бизнес начал работать. Появили частные предприятия, они активно проталкивают свою продукцию на рынок. Современные требования безопасности обязывают оснащать датчиками ГЛОНАСС-ГПС, каждый грузовой автомобиль и железнодорожный вагон. Контроль транспортных потоков на территории нашей огромной страны будет координировать федеральный сетевой оператор. Региональные диспетчерские службы эту идею правительства поддерживают. Мы считаем, что мы дополняем федерального сетевого оператора во всех отношениях и в технологическом плане, и в организационном, так как имеем развитую региональную сеть, которая позволит в кратчайшие сроки и на самом высоком уровне предоставить весь комплекс навигационных услуг для конечного потребителя. Если для автомобилистов и железнодорожников навигация в новинку, то для летчиков и судоводителей уже привычные навигационные системы будут ополняться спутниковыми. Мы готовимся к этапу 2010 года, когда все суда Российской Федерации будут в обязательном порядке оснащаться приемоиндикаторами GPS ГЛОНАСС. Навигаторы на ладонике или чипсеты стали привычным аксессуаром многих водителей. Аппараты все меньше, легче и удобнее. Их уже приобретают для пожилых родителей и детей. Такое устройство находится, к примеру, у ребенка. Он его носит с собой. И в нужный момент родители могут со своего компьютера посмотреть его текущее местонахождение, а также историю передвижения. Такой приборчик называется трекер. От английского слова «слежение». Положить его в карман любимого, чтобы контролировать каждый шаг – большой соблазн. Современный Марвин Монроу стоять перед ним сложно.